Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале своим ходом. С вами Лизанчик. Виталик, ставим мощный, сочный лайк, пишем комментарий и наслаждаемся новым выпуском о Дубае, друзья. Арабские Эмираты взяли вкусняшечки и погнали! А начинается выпуск с пробежки, потому что жрем мы, как два слона, ребята. Шикарные отели, завтраки, обеды, ужины, все включено. В общем, начало. Приветствую вас. Будьте, как у себя дома, в общем, с видом на парус. Знаменитый отель Бурж Аля Раб, друзья. Все катаются на гидроскутеры, всякие яхты. Виднеется город Дубай. И мы с вами сейчас плавно переходим вот сюда. Здесь находится наш новый отель. Давай-давай, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Оп-оп-оп, кстати говоря, самая длинная беговая дорожка в мире. Как вам такой вариант? И заселяемся мы в новый отель, который называется Уоллдорф. Астория. Пять звезд. Погнали. Хотел бы, конечно, приехать сюда на Роуз-Ройсе, но приехали мы сюда вот на таком торсе, друзья. Дядя, дядя, дядя. Короче, вот главный вход. Двери автоматические, потому что, вы сами знаете, коронавирус. Сюда-сюда масочки лучше, ни до чего не отрагиваются. Погнали? Итак, дамы и господа, мы попали на территорию ресепшна. Посмотрите, вот сюда. Вот у нас такой ресепшн. Здесь все в мраморе. Все белое, все светлое. Естественно, три самых главных человека в истории Арабских Эмиратов. Вот это я прям очень люблю. Это лифты, которые с прозрачным стеклом. И ты, когда едешь, можешь всю эту красоту наблюдать. И обратите внимание на структуру этих балконов позади меня. Такое ощущение, что это какой-то круизный лайнер. И нам с вами на четвертый этаж. А какие кнопочки-то, а, для лифта? Не промажешь. Ну так, ну так уж. Реально, как на круизном лайнере. Кстати говоря, песок-то, он там настоящий внизу. С пустыни привезли. Так все, выходим на штаж. Я готов к обзору нашего номера, но сначала нужно переодеться. О, вот это другой разговор уже, видите, вот. Теперь могу вам показать наш номерок. Та-да-дам. Карточка золотая, волшебная. Заходим. Мы сейчас прикладываем вон там. Опа-на. Заходите, как обычно, будьте, как у себя дома. Итак, друзья, значит, прихожая у нас. Дальше первым делом гостевой туалет. Гостевая ратвина. Тут полотенчики, все дела. Тут им сутым. Дальше мы выходим с вами. И сначала давайте зайдем в гардеробную. В гардеробную. Нам уже все чемоданчики принесли. И сюда вот можно повесить свою одежду. Где, соответственно, у нас находится сейф, фен. Все, вот, с там можно сложить. На мне уже один халатик. И вот второй халатик. И халатик не простой, а халатик очень теплый и мягкий. Внутри такая подстилочка обалденная вообще. Я бы такой домой забрал. Многие туристы-то, где вы знаете, из номеров выселяются, такие хоп. В чемодан такой хоп, положили. Но мы так не делаем, очень плохо. Потом, когда на ресепшене застукают, будет очень стыдно. Следующая, получается, у нас гостиная. Значит, смотрите, здесь есть такое вот небольшое, можно сказать, рабочее место. Можно видео помонтировать. Зеркала, туда-сюда заходим, заходим, заходим. Здесь принимаем гостей. Вот диванчик, туда-сюда, пульт. Кстати говоря, имеется телевизор. Здесь колоночка большая, GBL. В ящичках, значит, бокалы под вино. Здесь у нас имеются капсулы кофейные. Имеется также чай. А капсулы, естественно, они вот в кофемашинку вот сюда вставляются. Водичка заливается, и вы делаете себе потрясающий кофе. Так, дальше давайте пройдем вот сюда, вот поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. И заходим в спальню. В спальню вот здесь. С утра просто два Red Bull'а выпил, немного вштырил. Хотели нормальный обзор снять, но, ребят, я просто не знаю, как вот. Просил, веди, пожалуйста, себя не как обезьяна. Нормальный обзор можно снять, потому что, понимаете, классический, строгий, очень дорогой отель. В классику заехала деревня. Кому нравится, жми лайкос. Чайка Джонатан Левинстон готова к проверке кровати. Наверняюсь! Извините, друзья, пожалуйста. Пришлось срочно увезти в дурку пациента, потому что немножко крыша съехала от всей этой красоты. Давайте я продолжу обзор этого шикарного номера. У нас здесь очень классная кровать. Безумно мягкая, но, я думаю, вы уже оценили. И даже на одеялох логотип Uoldorf. Очень круто смотрится. Давайте пройдем в ванную. Она просто обалденная. Такая классическая. Очень крутая мрамором покрытая в ванной. Смотрите, какая светлая. Здесь у нас, можно сказать, как будто хама. Но нет. Это такая вот душевая. Скамеечка есть полностью мраморная. Очень красиво. Несколько душей. Столько просто переключателей. Душей я зависла. Может быть, там что-то еще есть. Ладно, здесь у нас туалет. Биде. Здесь две раковины. Очень красивые краны. И просто косметика. Как же мне нравятся эти все мраморные коробочки в ванне. Просто тащусь. Здесь очень много всего. Здесь также зеркало, в котором можно поправить брови. Но самое крутое, это, конечно же, вид. Из балкона открывается вид на отель Парус. Бурж Аль Араб. Панорама города вместе с Бурж Халифой. Отсюда тоже видно. Конечно же, Арабский залив. Очень красивый вид. Друзья, вот это правильное заселение в отель. Заселяемся. Делаем обзорчик. Быстро прыгаем в ванну. Набираем пеночку, погружаемся под низ. И уже потом можно приступить к освоению территории, захвату замков, постройке казарм, захвату пляжей. Понимаете? Поэтому добрый вечер, дамы и господа. Дамы и господа. Дамы и господа. Дамы и господа. Алло. Алло. Поксон, ты вздеваешь? Здесь должна ты сидеть в такой позе, понимаешь? Да что вы, человек. Там сейчас люди сменят эту ориентацию. Поксон, сумасшедшая, что ли? Что, давайте увидимся. Пока. Где-нибудь там, на территории. Ха-ха. И плано. Ха-ха. Как проблем у вас? Я, когда увидимся, послом попрощай. Раз, два. Ты вздеваешься, что ли? Ха-ха. Праблем у вас? Ха-ха. 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 А теперь время ознакомиться с пляжной территорией и двери Сим-Сим-Салабим-Чик-Откройся. О, вот. И попадаем на зону с пляжами, с фонтанами, с ресторанами, с солнышко. Шикарная погода. То есть как занырнем, тут бассейн, здесь же и пляж. Все рядышко. Пупсалон у нас сегодня такой пляжный, такой пляжный пупс. Идет отдыхать. Сумочка прекрасная, вязаная, такой пупсалон, счастливый, отдыхает в Дубае. Короче, смотрите, вот территория с бассейном, мы в него позже занырнем. Здесь также есть такие вот квадратные шатры, там можно посидеть, отдохнуть, сразу же занырнуть. Но в данный момент нас интересует пляжная зона. Короче, здесь вот такая вот тропинка, вдоль всего пляжа очень много шезлонгов. И вот здесь мы сейчас будем брать полотенца. Чао. Два полотенца нам выдадут. Как видите, они запечатаны. И дальше нас проводят куда-нибудь, где будем загорать. Мы выбрали вот такие вот шезлонги и заметьте, здесь он сам все накрывает. Это вообще первый отель, где я такое встречаю. То есть сам ничего не делаешь, он тебя прям проводит до шезлонга, раскрывает полотенце и все это накрывает, вот так вот затыкает, чтобы все это держалось крепко. Вот это конечно сервис здесь, я реально в шоке. Это просто первый отель в моей жизни, где чувак тебе сам все застилает на пляже. Не, это уже все, надо выключать камеру. Почему? Ну там будет сейчас это, как вы столько едите, не толстеете. Просто изначально жирные, вот такие просто, поэтому мы можем много еды в себя вмещать. Покажи, покажи. Понимаете, вмещаем себя, просто столько еды, потому что сами жирные. Ну покажи, какая ты жирная, Сан. Ну покажи. Ну покажи, Фубс. Вот это другой разговор, ну. Понимаешь? Ты понимаешь, что этот момент видео будут все перематывать, два раза пересматривать, понимаешь? Давай. О, помнишь? Вот это интересно. Давай, Фубс, снимай все. Сан, давай для конца раздевайся. Нет. Я сейчас вырежу все. В какой момент будет этот? Просто снимай, может вдруг о себе получится. Другой. Вдруг красиво, а потом не всталешь. Ха-ха-ха. Вот это вас. Слушай, нормально же. Ну подумаешь, булочек съела. Одна булочка, ну вот сюда вот ушла. Другая, ну сюда. Ну там в ляшечку, в попочку две. Потом мы за Дубай увидим, побегаешь, нормально все будет. Пока здесь, понимаешь, нужно кайфовать от жизни. Тут булочки есть, классанчики. Когда ты что так поешь? Правильно? Да ничего, это просто не жирная. Смотри, нормально такая. Только, ну, среднестатистическая тёлочка. Такая. Лежишь на пляже. Где сказать женщины? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Побоялся. А то ночью ничего не будет тогда. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Нет, спасибо. Так обычно начинаются какие-то фильмы, знаешь? Куда вам попшикать? Я не смотрю. Вот сюда? Вот сюда? Или вот сюда? Ты еще не видишь, что у тебя улетает все? Вот, видите, пожалуйста, вот так вот вам. Кстати, ребята, возьмите на заметку сухое масло. Вот купили на Бали, в Бичхат, но я думаю, везде продается. Сухое масло, оно, видите, оно не такое, как, не знаешь, вот маслом, когда покрываешь, оно прям маслом. А это сухое очень классно, а загар классный. У нас есть 515, но там есть разные. Еще есть такой необычный эффект, когда вы много жрете булок, круассанов на завтраке, на ужин, вы когда им пшипаетесь, смыть и вроде бы как бы смыть и классно. Смотрите, такой персик получается шоколадный. Тут 178 круассанов, чтобы вы понимали, съеденных за все время моего нахождения в Дубае. Но пляж здесь очень крутой. Ты так клево смотришься вообще. Такие зонтики песчаного цвета, цвета песочка. И все это очень клево сочетается с отелем «Атлантиз», который вон там, видите, на горизонте строится, и водичкой бирюзовой. Вообще. До сих пор не могу поверить, что вот этой земли, вот этого песка здесь не было. Здесь было море. Всего этого не было. Все это насыпное, все это искусственно. Давайте ненадолго оставим ли зону. Я вам быстро покажу территорию пляжа. Получается, вот она такая длинная, вот эти зонтики туда уходят. Все люди загорают. Соответственно, здесь находится вот такой вот пирс. Можно взять разные водные развлечения. Водные лыжи, вейкборд. Чего здесь только нет. И вот здесь. И вот здесь. А если у вас просто куча бабла, вам некуда его девать, то можно вон ту яхту с видом на город взять и покататься. И вот за что я люблю этот пляж. Смотрите, здесь приносят вот такую вот водичку. Там лед. И вот так включено здесь. То есть все люди, которые приходят отдыхать на пляж, им от отеля приносят две водички. А еще разносит такое мороженое. Тоже бесплатное. Разных вкусов. Вот чувачок ходит, видите. Давайте я вам покажу быстренько. Сейчас тоже себе возьму какой-нибудь манго. Апельсиновое. Вот так вот. Бам. А у меня знаешь, какой? Бам. Ой, деть. Пацан, ты дико извиняться сейчас будешь. В смысле? Ты сейчас сел в свои задницы с красанами. Ну вот, взяла, смыть, что творила. Теперь мне лежать и мерзнуть здесь на этом мокром полотенце. Хрена себе. Ты что вытворяешь, Пацан? Ё-моё. Вот это контент пошёл. Давай, Пацан. Давай, Пацан, твое здоровье. Чёкнешься? На. Ты капаешь. Ё-моё. Офигеть, так быстро тает, друзья. Слушай, его так прикольно есть. Запихиваешь рот. Это внутри как будто бы стакан этого сока уже. Можешь потише есть? Солнце. Солнце. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, люди кругом. Как обычно мы заходим в воду. Давай, Пацан. Давай. Теплая вода, теплая. Давай, давай. Ну, давай. Прыгай, прыгай. Давай, прыгай. Давай, 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 давай. Давай прыжок. Давай прыжок. Давай, прыгай, прыгай, плыви. Давай, давай, давай. Ладно, первая. Так, ладно. Слушайте, реально, вчера была вода гораздо теплее. Сегодня просто ветер поднялся. Попсо, знаешь, что предлагаю тебе сейчас сделать? Отправиться на понтон. Поэтому давай, включаем закись азота. Закись азота. Вон там понтон. Поплыли. О, молодец. Интересно, я смогу одной рукой доплыть? Потому что в одной руке же камера, а ее можно как бы утопить. Мы попробуем поплыть с вами. Весот. Одной рукой. Очень неудобно плавать одной рукой. Я как собачка без передней лапки. Работаем, ребята, работаем. Оказывается, с одной рукой не так-то просто плавать. Опа. Ну как тебе? Это тренировка. Утрене, да? После завтрака. Короче, вот отсюда очень клево просматривается вся территория нашего отеля. Пляжик небольшой. И корпус отеля. А я смотрю, ты здесь нормально устроилась. Посмотрите на нее. Легала пока. Доброе утро. На плоту, да? И загорает. Вам водички принеси? Да, пожалуйста. Сколько вам? Телефон мой еще принеси там. Хорошо, пожалуйста, мороженое. Я, конечно, дико извиняюсь. Просто, чтобы это все дело организовать, нужно плыть туда. Поэтому вам придется немного подождать сегодня. Ну, вообще, уже пошла третья неделя, как мы находимся здесь. И, честно говоря, вода уже разогрелась, да? Уже не такая. Холодная, как была до этого. А вообще, хорошо. На пальме всегда теплее вода. Вообще, такая прям. Очень круто. О, душик есть. О, боже. Холодная, да? Ё-моё. Тут просто 15 градусов, наверное, вода. Вот, вот, самая настоящая мощь. Смотрите, какой поток. Что, холодно? У-у-у. Меня мотивирует такой обед. Обед, получается, у нас включен. Он стоит 165 Дирхам. И, получается, на эту сумму можно выбрать любые продукты, любые блюда в меню. Соответственно, кроме напитков. Напитки в эту стоимость не входят, напитки оплачиваются отдельно. Соответственно, я выбрала сегодня стейк. И если вы превышаете сумму с вашего заказа, то вы просто доплачиваете. Соответственно, стейк стоит 208 вверхам. Я просто за него доплачу. Я тоже не уложился в норматив. У меня сверху получился 21 вверхам. Чикенка садилия. Как на бале. Очень вкусно готовят. И гаспачо холодненький. Вообще огонь. После жары гаспачо залезает. Это очень круто. Мне такое нравится. Возвращаешься после обеда, значит. А у тебя кофеечек здесь сделал. Приходишь в номер. И что ты видишь? Посмотрите на эту красоту. Это что, комплимент нам сделали? Вот на таком вот подносике. Мой такой тонкий. Здесь разные сладости. Ну, естественно, выберу сразу самую большую. Вот такой кекс. А ну-ка. А вы спрашиваете, что вы такие жирные? Ребята, такое каждый день на протяжении месяца в Дубае. Вы будете жирными или худыми? А еще каждый день приносят новую воду. Называется Хилдон. Не Хилдон, а Хилдон. Очень вкусная. Мне кажется, самое время отправиться в бассейн. Я сейчас очень сильно пожарел, что мы с тобой за 3 дня ни разу не купались в этом бассейне. Во-первых, посмотрите. Он большой. Во-вторых, он прекрасный. В-третьих, он невероятный. А в-вторых, здесь вода с подогревом. Прикинь. Тут на водах градусов 35. В бассейне такой. Очень тепло. И именно поэтому в море купается мало людей. А вся основная масса здесь в бассейне чуть-чуть. А потом мне пишут в комментариях. Вот, ты что-то придуриваешься. Вода холодная. Сами все в бассейне сидят. Сидят в бассейне и пишут комментарии. Что ты прикалываешь, что вода холодная? Сами в бассейне сидят с подогревом. Кстати, друзья, вон там вот находится еще один бассейн для взрослых. Там только взрослые павод. То детей не пускают. Это так, чтобы вы знали. Что здесь вообще села, Сан? Сижу. Сиди туда. Куда? Не хочу. Водотек. Классно. Смотри, классно. Вообще. Классно. Сонечка, попробуй ногу вот так вот высунуть на воздух. Не хочу никуда от себя уходить. На такой ветер холодный. Вообще. Я отсюда не выду нафиг никуда. Просто как, знаете, как сравниться может, когда в джакузи в Исландии сидишь. И потом выходишь, да? А потом выходишь, тебя ветром сносит на зену. Тех, кто собирается посетить Эмираты, интересует вопрос, на каком языке разговаривать с местными. В Дубае проживают более 80% граждан из других стран, и все отлично говорят по-английски. Поэтому важно повышать свой уровень английского, чтобы комфортно чувствовать себя в путешествии. Мы регулярно практикуемся в разговорном английском, и недавно попробовали онлайн-курс от школы английского World Street English. Главное преимущество обучения в этой школе – это 100% персонализация. На протяжении курса вас поддерживает персональный наставник, который следит за вашей мотивацией и прогрессом в изучении языка. Обучение вы проходите на инновационной платформе, по методу, благодаря которому вы учили английский 3 миллиона человек из 29 стран. Учить английский онлайн можно по всей России, когда угодно и где угодно, с любого девайса. Такое обучение комфортно совмещать с любым графиком и ритмом жизни. И, кстати, это единственная онлайн-школа английского, которая предоставляет расписание занятий на 22 часа в сутки. К примеру, мы много путешествуем, регулярно практикуемся и достаточно уверенно общаемся на английском. И онлайн-курс подстраивается под наш текущий уровень, это очень удобно. А еще World Street English – единственная в России онлайн-школа, в которой вы можете брать занятия с преподавателями, носителями языка и студентами из других стран онлайн. Совершенно бесплатно, в рамках уже оплаченного курса. Например, вы собираетесь в какую-либо страну и перед путешествием можете пообщаться с преподавателем из этой страны. Правда, круто? Кстати, я прошел онлайн-тест на сайте школы и могу сказать, что от London is the capital of Great Britain я сделал колоссальный рывок за все время наших путешествий. Под видео мы оставим вам ссылку, по которой и вы можете попробовать позаниматься с World Street English совершенно бесплатно. Пройдите пробный VIP-урок, а самое главное, активируйте скидку 30% на онлайн-курс английского. Проходите по ссылке и скорее забирайте подарок для всех подписчиков нашего канала от меня и Лизончика. Вы приехали в Дубай и у вас мешок денег. Нет денег за один день. Так, друзья, едем с вами на ужин в замечательном королевском лифте. Как мне нравится этот лифт, вы бы знали. Как в Титанике. Даже лучше. Опа. Супер, да? Как купить не могу. Вечером как красиво все светится и сверкает. Та-дам. Каждый день меняется кухня и сегодня на основное блюдо у нас скорее ягненка и шашлычок из курицы. А вчера были лобстеры. Ресторан, конечно, здесь очень крутой. Мы на месте. База по приему еды. Короче, смотрите, друзья. Да, здесь у меня есть и пельмени, у меня есть и чекен карри, но сегодня самое такое значимое блюдо это каре ягненка. Прямо берешь за косточку. Как на дачке шашлычок с родителями. Скучаю. Нужно в Питер ехать в дом срочно на дачку летом. А еще там есть такой, знаете, волшебный холодильник. В нем сокровище вечера. Там внутри вот такая вот начиночка какая-то, кремовая. Балдеть. Это настолько нежно. Как они это делают, я не понимаю. Ребята, приезжайте в Дубай и толстете на здоровье. Завтрак получается, как и везде, по системе шведского стола, но здесь отличаются продукты. Они, знаете, какие-то такие изысканные, все очень вкусные. Посмотрите, черри томата, есть всякие рыбы, лосось и разные нарезки. Очень вкусно, сыры. У меня получилась вот такая аппетитная тарелочка. А у меня вот такая вот тоже аппетитная тарелочка. Много всего, и мы такие разные, но все-таки каким-то образом мы вместе. Доброе утро. Вы только посмотрите на этого модного пупсана. Сегодня, короче, вот такой вот лук в платье. Такие вот ботиночки. И, собственно, вот капитан сегодняшнего корабля, потому что мы отправляемся в плавание. Итак, вот наша лодка. Даже не знаю, можно ли назвать это лодкой. Это получается такой гибрид. Гидроскутер замиксован с надувной лодкой. Сейчас наша первая задача выйти из бухты на маленькой скорости. Такое сложное движение, ребята. Справа яхта, гидроциклы. Что-то плавает от всех волны. Так сложно. Я за рулем. А я посадил ее за руль, потому что все-таки Лиза у нас водитель, а я все-таки оператор. Если мы поменяемся местами, то, естественно, выпуска на канале у нас не будет. А так, видите, Лиза рулит, я снимаю, красота. Но лодка максимально безопасная, потому что это действительно гибрид, то есть гидроскутер. И в окружении все вот эти вот такие вот мягкие штуки надувные. И чтобы здесь перевернуться, нужно очень сильно постараться. И волн нет, так что идеальная погода для покатушки такой. Ох, ребята. Пока сложно. Ну, не то чтобы сложно. Нет, управлять лодкой легко. Тут просто один рычаг, но пока еще не очень понятно. Но, блин, так прикольно. Мне очень нравится. По словам, я управляла лодкой. Представляете, я чем-то уже не управляла в своей жизни. Ну, это как автомобиль, только на воде получается, да? Правильно? Да, чуть легче. Единственное, что ты когда тормозишь, машина сразу тормозит, да? А здесь ты остановился, как бы сбросил газ. Но по ИНР ты еще движешься, да? Нужно рассчитать, чтобы никуда не врезаться. И газ так же. Естественно, мы не бесконтрольные. У нас есть вот такой вот гид, который идет спереди и все это действие контролирует. Вот уже первый вид открывается на панораму города, в центре которой находится Бурж-Халифа, улетающая в небеса. Начинаем набирать обороты. Скорость увеличивается. Вчера как раз фильм смотрели «Идеальный шторм». А, вчера реально смотрели фильм «Идеальный шторм». И сегодня как раз-таки очень сочетается эта поездка. Помнишь, какая-нибудь волна там? На эмоциях, на этих, которые еще не закончились после просмотра фильма. Едем. Давай, вперед, не газ. Такие медленные там все. Я прям уже вот, я за инструктором езжу. Давай, газ, газ, как газ. Смотри, притопим сейчас. Русон, держись. Готов? Погнали. Круто, а вообще нереально круто. Вот это я уже понимаю. Совсем другой разговор. Нормальная скорость пошла. Вообще пушка-гонка. Пупсон за рулем. Несемся в сторону отеля «Атландец», в котором мы с вами уже жили. Если вы не смотрели, обязательно зацените. Мы там три ночи провели. Сняли два мощных выпуска. Первая остановочка на фотографию, на наслаждение отелем «Бурж Аль Араб». Единственный в мире отель с семью звездами. А знаете, в чем прикол и невозможность того, что сейчас произойдет? Мы взлетим в воздух на квадрокоптере. Вы готовы? Я, честно говоря, нет. Приятного полета вам, друзья. Полетели. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Все, мы уже возвращаемся обратно Я сейчас себя поймал на мысли, что как же было круто провести полтора часа без маски на лице Подышать свежим воздухом Лизон, ты как себя чувствуешь? Вообще отлично Подравилась? А сейчас мне нужно припарковаться, представляешь? Не припарковаться, а пришвартоваться Пришвартоваться правильно Ты же знаешь, тебе в комментариях сразу напишут, Лизон, правильно припарковаться Нет, я вот именно паркуруешь, понимаешь? Припарковаться Это же как с круизным лайнером Да Корабль не плывет, он идет, конечно, он ходит, понимаешь? По морям, океанам Спасибо, что вы смотрели до этого момента Всем, ребятки, счастливо Пока-пока Самое главное, пожалуйста, напишите комментарий Поставьте лайк Потому что это нас мотивирует Это помогает развитию канала Развитие канала, канал топ Развитие, развитие канал топ Все, давай, счастливо